Продолжаем говорить на самой интересной и важной теме. Сейчас у нас в гостях Ольга Егошина, председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Ольга Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Ольга Васильевна, в последнее время крымчане столкнулись с дефицитом электроэнергии, поэтому сейчас ресурс, который больше всего заботит крымчан, это в первую очередь, конечно, электроэнергия. Сколько будет в 2015 году в условиях новой политики ценообразования по тарифам стоить электроэнергия для крымчан? Я хочу сказать, что в конце 2014 года комитетом принято было ряд решений, в том числе установлены тарифы на электроэнергию на весь 2015 год. В этих приказах предусмотрено повышение тарифов для населения с 1 января на 15% и с 1 июля еще на 15%. То есть к концу итога суммарно повышение будет около 30%. Это касается всех категорий платильщиков? Это касается населения. Население. Да, потому что у нас население, ни для кого не секрет, мы уже неоднократно об этом говорили, платит до 40% сейчас стоимости электроэнергии. То есть есть люди, которые не платят, в принципе, этих людей достаточно много? Речь не идет не о том, кто платит, не платит, речь идет о том, кто должны платить, о тарифах, которые установлены. Остальные 60% это что? Остальные 60% это дотация из бюджета. 30% это подорожание для крымчан, а предприятия входят в эту тариф? Для предприятий повышение немножко меньше, в пределах 6%, но для предприятий тарифы были уже на уровне 4 рублей. То есть там нет такого резкого повышения, как для населения. То есть если бы на населении средний тариф был руб 16, то для предприятий он уже был 4 с копейками, без НДС. Это подорожание разовое на весь 2015 год или в течение года ожидаются еще какие-то повышения? Мы приказы приняли, там прописаны повышения с 1 января и с 1 июля. Больше мы приказа на 2015 год принимать не будем. Следующие приказы мы будем принимать уже с 1 января 2016 года. То есть если речь идет о подорожании в январе 2015 и январе 2016, это говорит о том, что к 2017 году мы всего 2 волны подорожания пройдем? Ну в принципе да. Потому что задача поставлена за 2 года адаптироваться к материковым тарифам. Есть такая цель. Насколько мы сможем ее достигнуть, зависит в том числе от того, как мы будем покупать электроэнергию на Украине, по какой цене. В том числе это зависит от того, насколько мы сможем развить к концу 2017 года собственную генерацию. Зависит от того, насколько мы сможем подсоединиться к единой сети всероссийской. То есть это имеется в виду кабельная линия через проливы, о которой много говорят в последнее время. То есть сейчас достаточно сложно спрогнозировать, как у нас реально сложится цена в конце 2017 года. Если в Крыму действительно будут развиваться альтернативные источники и результат в этом направлении уже будет достигнут, например в 2015 году, это не повлияет существенно на те тарифы, которые уже вами определены? Вы имеете в виду солнечная ветровая генерация? И солнечная в том числе. Дело в том, что сама по себе солнечная ветровая генерация, они сами по себе очень дорогие. В Украине же был тариф для солнечной генерации на уровне 5 гривен за киловатт-час. То есть даже умножить на 3. То есть 15 рублей сегодня. Минимальная стоимость солнечной генерации. Поэтому речь идет о том, чтобы сейчас развивать традиционную генерацию в первую очередь. Да, у нас достаточно большой блок солнечной генерации и собираются вводить новые мощности. Но опять же это очень недешевая электроэнергия. Многие в России говорят о том, что цены на тариф неадекватны тем затратам, которые предприятия, например, инфраструктура вся задействует для генерации этих энергий. Вот у нас в Крыму благодаря этому повышению все-таки тарифы будут адекватными? Ну пока еще нет. Пока еще нет и даже близко не будут. К сожалению. Что касается тепла, в этом направлении к чему готовятся крымчан? Каких повышений ожидать? По теплу повышение тоже уже приняты приказы по всем предприятиям. Повышение до 10% с 1 января и до 12% с 1 июля. По воде ресурсоснабрающим организациям установлены тарифы. То есть плюс 15% с 1 января и плюс 12% с 1 июля. Но я просто хочу сказать, что я называю сейчас это предельные величины. В принципе, у нас не стоит цель непременно поднять тарифы на 12-15%. У нас стоит цель довести ценные тарифы до экономически обоснованного уровня путем поэтапного повышения. То есть, если мы достигаем сегодня экономически обоснованного уровня, повышая, например, на 7%, то мы не повышаем на 15%, мы повышаем только на 7%. А каков сейчас этот уровень? Ведь он же, наверное, тоже не стоит на месте. И по мере того, как мы его пытаемся догнать, все дальше от нас отдаляется. Не так ситуация? Уровень зависит от того, насколько предприятие обоснует свои затраты. То есть у нас сейчас есть система установления тарифов затраты плюс, и предприятие обязательно доказывает, подтверждает каждую копеечку, которую они закладывают себе в свою смету. Если предприятие по каким-то причинам не смогло или не захотело подтвердить статью затрат, то мы ее просто не принимаем в экономическое обоснование. Что будет с газом? Ну, газ у нас сейчас, вы все, наверное, знаете, уже объединилась распредсети в одну компанию, это Крымгазсети. С газом у нас 1 января идет повышение в пределах 2%, и по отдельным городам до 7%. То есть пока сегодня все. У нас есть Черноморнефтегаз. Таких предприятий в материковой России немного, и в этом смысле нам это дает какие-то преимущества по сравнению с другими регионами, субъектами Российской Федерации? Да нет, наверное. В принципе, то же самое. Ну, есть не Черноморнефтегаз, есть Газпром. То есть точно так же там складывается цена, как и в Черноморнефтегазе. И там. Единственное, что в России все-таки объемы побольше, и определенные затраты, когда распределяются на больший объем, там, может быть, даже и ниже цена складывается, чем у нас может сложиться в Черноморнефтегазе. А учитывая то, что нам жизненно необходимо сейчас развивать Черноморнефтегаз, это новые скважины, это новые магистральные сети, это реконструкция хранилища, то тут варианты. За два года мы должны достичь среднестатистических тарифов по сравнению с материком, по всем видам ресурсов? Ну, мы... По газу в том числе. Вы знаете, как бы немножко неправильное понимание. Мы не стремимся достичь каких-то статистических тарифов, или мы не ориентируемся на соседей, на Краснодар. Мы говорим о том, как наши предприятия должны жить и развиваться. То есть вот по каждому... У нас предприятий очень много, и по каждому предприятию рассматривается отдельно вопрос по установлению тарифов. То есть политика ценообразования, тариф образования в Крыму адекватна именно экономической ситуации на полуострове. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, давно очень обсуждается, уже, наверное, точно несколько месяцев, может, даже полгода, вопрос о том, сколько крымчане должны пройти, в частности, в Симферополе, за проезд в маршрутных автобусах такси. Вот сколько будет стоить проезд, и когда он, наконец-то, будет стоить 9 рублей, как того обещают? Ну, к сожалению, не будет стоить 9 рублей проезд. То есть, действительно, очень долго и очень много дискутировали по этому вопросу. В итоге предприятия все-таки предоставили документы, в итоге мы рассчитали тарифы. В принципе, на городских маршрутах, я скажу, остаются тарифы так, как они есть. То есть вот Симферополь 10, там Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Джанкой 10, вот Евпатория остается 11, предприятие доказало в свое время стоимость проезда. То есть переводчики аргументированно доказали, что их ценовая политика оправдана и имеет право на... Ну, на 15-й год, да. На 15-й год. Кроме того, установлены нами тарифы, уже принят приказ об установлении тарифов для Крым-троллейбуса. Сколько будет стоить проезд в троллейбусе? 7 рублей в троллейбусе по Симферополю. По Симферополю, по Ялте, по Алуште, вот 7 рублей. По Керчи это будет тоже 7 рублей, Керчь-троллейбус, и в Евпатории трамвае 8 рублей. Кроме того, мы установили тарифы на пригород, на пригородные сообщения, если для Крым-троллейбуса это 14 рублей, ну, все знают линию, там, Симферополь-Перевальная. Для перевозчиков это 90 копеек за пассажира километр, для автоперевозчиков. Соответствующим образом рассчитывается тариф. Тариф уже включает в себя и страховку, и все сборы Крым-автотранса. То есть цифры берутся не с головы, они просчитаны, и в основе этих цифр лежит логистика. Да, да, да. То есть абсолютно. Спасибо большое, Ольга Васильевна, за ваш исчерпывающий комментарий. Удачи в работе, всего доброго. Спасибо. Ну, а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова